Раньше на его концерты приходил сам Путин. Но теперь вместо кремлевского почета вот уже три месяца Максима Галкина на родине поливают грязью. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женятся на пожилой женщине и убеждают всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека. Российский шоумайн, юморист и телеведущий Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. В таком количестве страшных вещей виновата Россия. Он часто рассказывает о происходящем в Украине и показывает пострадавших от войны детей, а также помогает беженцам. Дорогие подписчики, как я и обещал, часть денег, которые я заработаю на концертах в израильском туре, я переведу беженцам из Украины в фонды, которые помогают беженцам. Я уже это сделал, перевел деньги в несколько фондов. Из-за поддержки Украины он попал в список запрещенных артистов России. Его концерты отменили и хотят лишить наград и званий. Власть, как они это же делают технологически, я не знаю, российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты. Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Говорили и о том, что за антивоенную позицию и критику российских властей 45-летнему Галкину грозит уголовное преследование. Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Просто вы себе в голове разграничьте власть и родину. Я всегда это различал. Но пока что Кремль собак отозвал. Видимо, из-за жены Максима Галкина Аллы Пугачевой. Поговаривают, что на травлю мужа она реагировала агрессивно и пригрозила, что расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут. Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь. Понимая, что в России он под запретом, Галкин с семьей выехал в Израиль. Государственные СМИ ликовали, мол, загнали Галкина в угол. И в Россию он теперь даже носа не покажет. Тот уровень заказного вранья в России про меня достиг какого-то, ну, просто уже апофеоза. Я понимаю, что у вас команда меня очернить, смешать с грязью и показать, насколько мне здесь плохо. И вы уже написали, что я хожу по парикмахерским жалуюсь. И что дети мои не могут быть устроены в школу. И что Алла в прединфарктном состоянии. И у меня все так плохо. Вот смотрите, возьмите вот эту бумажку, на которой вы это написали, вот такую разотрите хорошо и подотритесь. Но звездная семья разочаровала и обещала вернуться. Каникулы, отпуск и лечение не считаются иммиграцией. Вернусь, разберемся. А пока что Максим Галкин успешно гастролирует по крупнейшим городам Израиля. И в каждом зале, где он выступает, аншлаг. В своих выступлениях артист, конечно же, не обходит тему порядков современной России. Я говорю, нет, войне. Мне говорят, ты предатель. Они говорили, мы делаем эту спецоперацию, чтобы отобвинуть НАТО от границы с Россией. И чего? Галкин не боится троллить кремлевского царя и его пропагандистов. Представляете, и Швеция же собирается в альянс. Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скавеева сжигает альбом Аббы. Я вам точно не люблю, не загорать, шведскую стенку переменуть в лазунку, сауну в сухопарку, шведский стол в обжираловку. Ну и, конечно же, сто процентов запретят сказки Сельма Лагерлев и Австритлинг. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет. Гаруса! Но российские пропагандисты продолжают делать из артиста врага народа. Ты укоряешь страну, родину во лжи. Но тогда, если ты перешел на этот новый формат общения со зрителем, с поклонниками, а не лучше ли тебе, Максимка, перед тем, как становиться совестью нации, разобраться со своей совестью? Ты по-взрослому хочешь играть? А ты готов со взрослыми играть? Зарабатывавший здесь деньги, сделавший всю карьеру здесь и взявшийся на себя смелость, хамство, обливать ушатыми дерьма. Страну? Мою страну? Ритину страну? Нашу страну? Серьезно? Пацан, ты сначала книжки почитаешь. Максим Галкин, в свою очередь, уверяет, что, несмотря на гонения в Российской Федерации и все попытки очернить его репутацию, он любит Россию и российский народ. Тут отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки из моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Я всегда был за народ. Не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Но теперь, помимо предательства России, Максима Галкина обвиняют и в финансировании готовящегося в Беларуси госпереворота. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко уже давно передал в Москву список граждан России, которые, по его словам, спонсировали деньгами осуществление госпереворота в республике. Субтитры создавал DimaTorzok